И сейчас я хотел перейти к одному из самых известных, возможно, библейских героев веры, Гидеон, и о котором так много историй рассказано. И давайте ближе рассмотрим жизнь этого человека. И видим из Писания, что Бог его использовал. И некоторые из того, что он вообще делал, вызовет у нас вопрос, как это такое вообще возможно. Также он проверял, Бога проверял Господа, чтобы определить, от Него ли это или нет, истина ли это или нет. Есть два мнения по этому поводу. И мы обсудим эти два мнения. Мы находим историю о нем в шестой-седьмой главах книги Судей. Очень длинные эти истории, длинные, поэтому все мы не будем читать. Но я бы поощрила вас к тому, чтобы вы прочитали эти главы. Может быть, несколько раз. Чтобы у вас сложилась такая общая картина, что происходило в тот момент. И, как мы читаем, в Евреям 11, 30-34, упоминание Гидеона также там есть в Евреям. Давайте прочтем эти стихи. В Евреям 11, 30-34. Веру и Палестины Иерихонские по семидневным обхождении. Веру и Рааф, блудница с миром, приняв согляда от Таев, не погибла с неверными. И проводив их другим путем. Что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, Вараке, Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые веруют. Или же, которые доверием в английском звучит. Я хочу здесь особенно обратить внимание, поскольку очень легко читать Библию, и как бы она вообще не коснется тебя. И нужно что-то делать. Как вчера говорил, что Уэсли уделял время медитации или размышлению. Что это значит? Это означает, что вы читаете Слово и внимательно обдумываете то, что сказано в Слове. Возникает у нас такая привычка. Ну, прочитали там кусок Библии. Да, все сделал. Свою обязанность испонял. Как бы свой отрывок на дневную порцию прочитал. И мы не позволяем тому, чтобы прочесть Слово, и в то же время потом, чтобы оно пропитало, чтобы мы пропитались этим Словом. Я думаю, что это может быть такое опасность для вас, как студентов. Много чего вам нужно искать, находить, читать. И так что потом иногда бывает трудно время специально отводить. Специально время для медленного чтения Библии. Размышления над тем, что там говорится. И позволит Слово стать частью вас. И Слово Божие может стать живым только в одном случае. Только когда это Слово становится частью вас. И что вы живете в соответствии с этим Словом. И вот именно это будет вашим свидетельством. Окей, так сказать, давайте возвращаемся сюда к Ибрус 11. И что он говорит, после того, что он говорит, что нет времени на всех этих людей и всех этих пророков. Но как-то здесь говорится в 33-м стихе, потому что у них была вера, потому что они доверяли, что происходило. Побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, и укреплялись от немощи, были крепкие на войне, и прогоняли полки чужих. What does faith accomplish? Don't you read the 36 and 37? Do I want to read 36 and 37? Just a second. Those dark, dark moments of faith. Just one second. Because it's a continuation of those previous. There is a continuation, I stopped here, though, because in my notes. Come on. Hebrews 11. Others underwent trials of being mocked and whipped. Также узы и темницу были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, скитались в мелочах и козьих кожах, умирали от меча, терпя недостатки, скорби, ослабления. Жили в горах, пустынях, по пещерах и ущельям. Мир не был их достоин. Thank you. That was a good idea to read the rest. When you read that, you think, oh my goodness. Когда вы читаете этот отрывок, думаете, о, Бог мой. И именно благодаря их вере они смогли пройти это все. И когда мы думаем о том, к чему может нас вера привести в нашей жизни, может быть, что-то из этого мы хотим себе, а некоторые из этого мы хотели бы избежать. Не думаю, что кто-то бы хотел, чтобы его побили камнями, либо убили мечом, либо перепилили. Но иногда с этим вы столкнетесь. Не знаю, насколько это все будет серьезно. Но определенно трудности, определенные трудности приходят в жизнь. Когда мы должны смотреть на Отца и у Него силы искать. И как я сказал в начале, что иногда мы можем очень высоко очень превознести этих людей. Но как и уже мы видели, они были такие, как и мы. с теми же слабостями, с теми же проблемами. И они должны были столкнуться с теми ситуациями, как мы должны столкнуться со своими ситуациями. И именно благодаря их доверию Богу именно это помогло им пройти сквозь все. И как мы уже увидели в этих героях, я думаю, что у всех этих людей очень три важных качества, те качества, которые должны быть и в нашей жизни, чтобы правильно служить Господу Иешуа. Первое качество — это верность Божья. Верность и также верность Богу. Эти некоторые качества, которые нужно развивать в нашей жизни. Второе — это награда за послушание Божьим заповедям. Поэтому быть послушным. Думаю, что я уже достаточно говорил об этом, но все-таки повторяться слишком много — это невозможно. Не только слышать Бога, не только понимать, но также делать. И слушаться, и исполнять то, что Бог просит вас. Третье качество, или третье требование — абсолютная необходимость верить Богу. Что это значит? То есть мы знаем, что Бог существует, так же и применяем это на практике. Если вы верите в Бога, верите Богу, то вы также будете делать то, что Он говорит. Если вы не исполняете то, что Бог говорит, тогда нужно пересмотреть всю систему верований вашу. И спросите себя очень серьезно эту вопросу. «Из себя спросить самого, на самом ли деле я верю в Бога?» Это звучит серьезно, и это такие серьезно. Некоторые люди обвиняют меня в том, что я возлагаю тяжелые бремена. Это не бремя. Это радость. Потому что если вы сотрудничаете с Богом, живете с Богом, тогда не будет ничего сложного. Будет сложно только, когда вы не исполняете. Тогда это становится сложно. как в любом изучении, изучении какой-то темы, очень важно понимать фон. И поэтому даже в случае с Гидеоном мы посмотрим на те обстоятельства того исторического момента, что происходило с Гидеоном. может, вы уже некоторые из этого знаете. И снова, это еще одна опасность, которая у нас появляется. Чем больше мы читаем Писание, чем больше мы читаем, изучаем, тем больше оно становится для нас понятным, тем больше вероятности, что мы упустим вообще, что Бог хочет сказать. Очень интересная практика существует, чтобы всякий раз, когда перечитывать Писание, подходить к нему как бы в первый раз. И у меня есть привилегия привилегия читать Писание на английском, финском языках и голландском языках. И это означает, что я могу с разных точки зрения смотреть на Писание. И вскоре еще и на иврите буду читать. Но даже в английской Библии существует по крайней мере 50 различных переводов. Ну, в каждом переводе здесь проблемы свои. И истинное значение всегда можно найти только в оригинале. И именно для этого я учусь в еврейском институте, в еврейском институте, и изучаю иврит из Иерусалима. Я думаю, что это важно. Но также, прежде чем я дойду до такой стадии, все еще у меня есть широкий спектр возможностей. И вот что получается, когда вы читаете новый перевод, то такое ощущение получается, что вы читаете Писание вообще в первый раз, в первый раз в жизни. То есть, читаете на каком-то другом языке. Потому что, к тому, к языку вы не привыкли. Я могу процитировать всю английскую Библию короля Якова от начала до конца. Ну, почти все могу. Как вы знаете, что я следую за Богом уже почти 40 лет. Поэтому, по крайней мере, за эти 40 лет, 40 раз я прочитал Писание. Ну, это в минимум. Я прочитал намного больше, чем 40. Это моя минимальная цель. Прочитать Библию за год. Каждый год. И у меня различные программы для этого есть. Потому что я очень сильно верю, что слово должно стать частью нас. И должно стать на автоматическом уровне, на автопилоте. Конечно, некоторые отрывки из Писания менее известны. но и на автопилоте. Но это пытается найти Поэтому я пытаюсь, я стараюсь знать Писание настолько хорошо, насколько возможно, но, с другой стороны, не потерять вообще смысл всего того, что я знаю. В английском языке у нас такая поговорка, что «фамильярность питает презрение». О, да, я знаю это. Нужно пытаться избегать таких моментов. И когда начинаешь читать «Да, знаю эту историю». Я очень сильно это чувствую в это утро. Поощрить вас к тому, чтобы вы были серьезны, чтобы углубляться, укореняться. Хорошо также читать и другие книжки, другие. Всегда у меня с собой есть какие-то книги, что-то, что я читаю. Но первую позицию всегда занимает Библия. И давайте посмотрим на исторический фон времен Гидеона. Судишь 6, с 1 по 6 стихи. Давайте будем медленно читать. Можно сказать, пускай наш разум немножко задержится на этом. Сыны Израиля, вы стали опять делать злое перед очами Господа. Сразу это, как бы, такой высказательный знак для меня. Они делали злое, делали злое не перед своими очами, но с точки зрения Адоная. С точки зрения Бога, предучая Бога. Потому так важно, если вы хотите иметь веру, то чтобы вы понимали, как Бог смотрит на это все. А не то, как мы смотрим на все. И не то, как вообще наш разум обычно мыслит, обычно размышляет. Но как Бог смотрит на все. И с его точки зрения, и в то время историческое, много всего происходило, что ему не нравилось. Поэтому он делает что-то. Адонай предает израильтян руки Мадеанитя на 7 лет. Бог будет использовать обстоятельства, чтобы пророснуть нас, пробудить нас. Не из-за того, что Бог ненавидел израильтян, поэтому предал их Мадеанитянам. Но из-за любви своей он это сделал. Он хотел их пробудить. И сказать, дети дорогие, вы не туда идете вообще. И неправильные вещи делаете. И вам нужно обратиться ко мне. И Мадеан не были котиками пушистыми, такими приятными. И тяжелая была рука Мадеанитян над Израилем. Жесткая. И из-за этого израильтяне начали скрываться в горах, в ущельях и других безопасных местах. Вот поэтому в Израиле так много пещер. Если вы попадете в Израиль, то вы это увидите. И день один ходил по окрестностям Галилейского озера. И это гристая местность. Но там полно всяких пещер, таких укрытий, укреплений. Некоторые из этих пещер более благоустроены, чем другие. По крайней мере, пока можно ясно видеть, что тогда происходило. И большинство из тех пещер восходит к временам Гедеона, их существования. Поэтому израильтяне искали безопасности в пещерах. Природной безопасности. Искали безопасности от природы, а не безопасности к той, которой может дать Бог. И когда посеет Израиль, Мадеонитяне, Малекитяне и другие жители Востока атаковали израильтян. И они ставили свои шатры, разбивали свои лагеря и истребляли все произведения земли. До самой Газы. Ничего не оставляли Израилю, чтобы прожить. Ни овцы, ни вола, ни осла. Потому что они приходили со скотом своим, с шатрами своими. Приходили так много, как саранча. Как я сказал, Мадеонитяне не были котиками. Они были такими яростными людьми. Жесткими, жестокими. И такие люди, такие народы, как они существуют в наше время. И нужно понять, как же приобрести победу над такой ситуацией. И, как говорится, не было счета их верблюдам и также этим людям. И они ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. В английском говорится, Израиль очень разочаровался из-за Мадеонитян, очень расстроился. А у нас, говорится, весьма обменьщал Израиль. И, как говорится, идет такая черта, подводит итог истории. Черта подводит, чем она заключена. Возопили сына Израилевы к Господу. Когда стало слишком тяжело и почти ничего не осталось. Именно в тот момент, когда они обращались. Часто такая ситуация у нас бывает. Мы ожидаем до такой ситуации, до такого момента. Так что никаких других альтернатив не остается. И очень сильно меня ободряет жизнь Давида. Да, у Давида там свои проблемы были. То, что у него не получалось. То, что он неправильно делал. Но, когда начинаем только читать начало его жизни. Часто такую фразу можно найти, что Вопросил Давида Господа, хорошо ли это или плохо. Когда нужно было ему идти на войну. Он спрашивал Господь, должен ли это делать? Иногда Бог говорил, да, хорошо, иди. Но иногда Бог говорил, нет, тебе надо это не так делать, а как ты думаешь, по-другому, одно по-другому. И нам также нужно научиться, какой наш телефон 911, либо куда мы обращаемся, как только происходят проблемы. Кому мы звоним в первую очередь? Я очень хорошо понимаю, что у нас есть такие варианты. Но когда я читал эту историю, то, в принципе, думаю, да, Библия современная, даже для наших дней подходит. И разве Израиль не находится в похожей ситуации в наше время? Иноземцы в стране пытаются забрать каждую сферу себе. Так же враги их окружают и пытаются уничтожить. Уничтожают всякое их добро, их прибыль. И, получается, те, которые также пытаются навязать свой стиль жизни Израилю. И, возможно, даже сейчас, в наше время, это Божий метод, как привлечь свой народ к себе. И пробудить их. И сказать, ну, пришло время вызвать Богу. И не полагаться на патриотические бомбы и ракеты. И в настоящее время Израиль приступил к строительству. Защит на, как сказать, противовоздушный оборот, наверное, системы. Которая называется железный купол. Которая должна уничтожить всякие ракеты, которые будут попадать, ну, направляться в Израиль. И также израильтянам нужно понять, что только Бог может их защищать. И получается, если даже взять Европу восточную, западную и центральную Европу, мы сталкиваемся с похожей ситуацией. Теперь в Западной Европе больше мусульман, чем где бы то ни было. И они пытаются навязать свой стиль жизни. И в некоторых случаях у них это получается. И как я уже вам рассказывал в начале, что законы шариата в Англии применяются. Они также пытаются ввести эти законы во Франции. Вот с такой ситуацией мы сталкиваемся здесь, в Европе. Те народы, те люди, которые пытаются вторгнуться. И нам также нужно это пробуждение. Нам нужен призыв к пробуждению. Чтобы мы стали смелыми в том, что мы делаем для Бога. Так как я думаю, часть причины, почему мы проходим этот финансовый кризис сейчас, это также призыв к пробуждению христианам направленный. Так долго мы уже всю наше доверие, надежду, веру возлагали в наши сбережения, банки. А также на тот факт, что экономика будет постоянно расти и развиваться, мы будем богатеть. И теперь есть много людей, которые так много потеряли на личном уровне. Мы решили инвестировать немного денег в акции. И кто-то сказал нам, прежде чем мы это делали, что мы должны покупать золото, в принципе. Но мы не думали, что, ну, хватит ли нам этого. Поэтому небольшую часть денег мы вложили в акции. И за один год мы потеряли 2500 евро. Ну, в сравнении с остальными потерями, которые были в других местах, это не так уж много. Но все же, это же количество денег. Просто так они ушли. Если бы я инвестировал их в золото, то, возможно, у меня было бы вдвойне больше суммы, вдвойне больше, чем то, что я вложил. Но я не слушал. Your wife? Твою жену? Нет, это не была моя жена. Но есть много тех, которые миллионы потеряли. Не уверен на 100%, если это правдивая история, но вот что, можно сказать, хорошая. Что советники Бен Ладена посоветовали ему инвестировать в компанию. Это была еврейская компания. И во время кризиса компания обанкротилась. И в соответствии с тем, что я слышал, сколько он потерял? 100 миллионов долларов. Аминь. Слава Богу! Аминь. И его коммента, в принципе, была, что вы не можете верить в любви. Вы не можете верить в любви. Повторяйте. Повторяйте. Бен Ладен, в принципе, после того, что он потерял все деньги, было, что вы не можете верить в любви. И вполне вероятно, что комментарий Бен Ладена после этого краха был такой. Евреям ни в чем нельзя доверять. Наверное, ему в начале сказали, но евреи всегда деньги зарабатывают, поэтому лучше тебе в еврейскую компанию инвестировать. Ребят. Дегрессинг. Я должен вернуться к тому, что я должен быть делать. Ребят. И иногда этот процесс, когда мы не следуем Слово Божие, не углубляемся, это становится привычкой. Делай то, что ты хочешь. И затем, все то, что не получится, будет неправильно, что-то, как бы, конкретно какие-то негативные ситуации будут, тогда только беги к Богу. Много чего происходит по всему миру в это время, в том числе в Израиле. Происходит злое в очах Бога. То есть, постоянно и преднамеренно они разрушают эти Божьи законы, Божьи установления и правила. И что удивительно видно в Писании, даже несмотря на то, что они занимаются всеми этими плохими делами, в конце концов, когда они обратятся к Богу, или же когда мы тоже обратимся к Богу, когда мы воззовем к Нему, то Он приходит и Он помогает нам. благодаря тому, что Он благодатный Бог, дает благодать, милость и любовь. Нам нужно молиться, чтобы скоро пришел день, и то, что написано в Иезекииле 36, 37, наконец-то сбылось. И Он говорит о Доме Израиле. Адонай, Аллохим, говорит, что, в частности, я буду дать Иезекииле 36, 37, так говорит Господь Бог, вот еще и в том явлю милость Мой Дом Израилеву, умножу их людьми как стадо. Давайте сделаем сейчас перерыв, а потом продолжим.